привет друзья сегодня мы с вами приготовим супер популярное супер любимое блюдо в азии да уже похожие во всем мире жареный рис рецептов существует огромное количество его готовят с мясом с морепродуктами просто овощные варианты как обычно я вам предлагаю сегодня ресторанную версию наш рисик мы с вами будем сегодня сервировать с водорослями ваками мы с вами сделаем японский салат чука эти водоросли невероятно полезны к сожалению они достаточно дорогие но тем не менее у кого есть возможность я вам рекомендую с чего все начинается с риса берем обычный круглый рис рис который мы с вами используем для плова я буду готовить сегодня наш жареный рис в японском стиле рис обязательно нужно помыть холодной водой помойте его два-три раза прохладной воде так чтобы вот это вот белый налет ушел тереть его ни в коем случае не нужно достаточно просто его прополоскать берем сотейник выкладываем какое же соотношение воды мы с вами взяли стакан риса соответственно мы возьмем стакан воды и одну четвертую стакана я вам рекомендую использовать для приготовления риса бутылочную воду не нужно использовать из крана потому что вода из крана она невкусная вкус труб это не камильфо и еще чуть-чуть для того чтобы сделать наш рис невероятно вкусным мы с вами положим кое-какие специи небольшой кусочек корицы половинку звездочки аниса 4 бутончика гвоздики буквально два зубчика кардамона ну и пол чайной ложечки семян фенхеля мы с вами получили так называемый five spices 5 специй это микс который используется широко в азии в китае в японии в таиланде таким образом наш рис приобретет невероятный аромат и флево 1 4 чайной ложечки соли доводим до кипения снижаем температуру и варим в среднем 12-14 минут давайте приготовим луковое масло если вы смотрели мои предыдущие видео вы знаете что я очень часто использую ароматное масло для приготовления азиатских блюд для приготовления нашего блюда мы также сегодня будем использовать луковое масло у меня в оке пол-литра рисового масла я его только включил нет необходимости его прямо сейчас нагревать до в высокой температуры в теплое масло мы сейчас с вами положим вот зеленый лучок половина обычной белой луковицы разобрали ее и жарим лук до приятного золотистого оттенка рис закипел сейчас снижаем температуру буквально на минимум закрываем крышкой заводите таймер на 12-13 минут пока варится рис жарится лук мы с вами сейчас замочим водоросли ваками у меня здесь всего лишь 25 грамм заливаем холодной водой оставляем на 20-30 минут ребята вот для таких вещей как вот этот салатик ни в коем случае не пользуйтесь водопроводной водой вы все испортите вместо того чтобы получить пользу вы получите деньги убираю в сторонку через 20 минут посмотрим что получится но ребят смотрите вот так это должно выглядеть красивый золотистый цвет не нужно заводить его до черноты потому что эти овощи уже будут горчить в азиатской кулинарии такой метод приготовления ароматного масла он регулярен сливаем масло сковородку ни в коем случае не быть для того чтобы получить аутентичный вкус азиатского блюда первонаперво вам нужно купить вог обычный железный большой тяжелый вог готовить только на газу если у вас нет газа только электрическая плита сделайте нечто подобное как у меня газовая горелка для путешествий покупайте в алиэкспресс подставку для вока и вог только на железном воге вы получите настоящий вкус азии буквально через несколько минут наш рис будет готов сейчас мы с вами сделаем особую заправку так как японцы делают рис для суши рисовый уксус столовая ложка полная чайная ложка обычного белого сахара одна четвертая соли все это смешали и вот этот состав мы с вами добавим в наш рис когда он будет готов учитывая что я собираюсь использовать вот этот лучок для нашего блюда я конечно же его положу на бумагу для того чтобы лишний жир стек если вы планируете использовать в будущем свое луковое масло берете баночку кладете туда жареный лучок заливаем вот этим маслом и пользуемся по мере необходимости для всех своих азиатских блюд наш рис готов все специи выбрасываем пол столовой ложечки сливочное масло смешиваем аккуратно рис ни в коем случае не нужно мять не нужно его вот найти как бы давить он должен остаться у нас рассыпчатым в японии очень ответственно относятся к рису для приготовления жареного риса или же суси перекладываем большую емкость многие из вас могут меня спросить сливочное масло в азиатскую еду о да ребята китай не так часто используют сливочное масло но вот в японии почти постоянно в каждом ресторане какой вы зайдете в японский когда они делают жареный рис всегда используется сливочное масло наша смесь соль уксус сахар посмотрите как выглядит как сироп заливаем и по сути у нас с вами получается рис для суши смешали когда рис мешаете обязательно использовать вот такую технику как бы его режем ни в коем случае не вот так вот попробуйте сделать такой рис очень вкусно ароматные специи дали вот тот самый аромат азии вот эти five spices плюс уксус сахар ну короче говоря если вы любите суши вот это наша тема убираем сторонку охлаждаем у меня прошло 30 минут водоросли наши готовы следующий этап нам нужно слить воду она нам больше не нужно и хорошо отжать из 25 грамм сухих водорослей у нас с вами получилось 200 грамм отличный результат сейчас с вами сделаем вкуснейшую заливку для этого салатика 2 столовые ложки светлого соевого соуса чайная ложка рисового уксуса неполная столовая ложка тростникового сахара 1 4 чайной ложечки соль небольшой зубец чеснока выдавливаем небольшой кусочек лемонграсса это очень любимая трава в азии вот этот кусочек не выбрасывайте оставьте его для супа для рагу так освобождаем еще срезаем вот этот сердцевин когда мы нужно несмотря на то что мы с вами используем небольшой кусочек он даст невероятный аромат и вкус ух класс меленько-меленько рубим чайная ложечка лемонграсс лимонная трава 2 столовых ложки кунжутного масла рыбный соус буквально пол столовой ложки достаточно все смешали изумительно всю эту заправочку выливаем наш салат добавляем столовую ложку жареного кунжутного семени как будто бы океан у меня здесь в чашке если у вас есть возможность обязательно 2-3 раза в неделю вот такой салатик нужно кушать убираем в сторонку пусть настоится мы сварили стакан риса в итоге у нас сами получилось 2 стакана риса я готовлю порцию на двух человек на двух взрослых человек креветок тоже выбирайте в среднем 7 штук на человека давайте их замаринуем столовая ложка белого вина столовая ложка сои пол столовой ложки рыбного соуса столовая ложка кунжутное масло чайная ложечка лимонного сока лемонграсс чайная ложка зубец чеснока небольшой кусочек перца чили средней остроты этот перец он не острый если брать по десятибалльной шкале то маленький чили перец будем считать десятка вот этот перец среднем на троечку тянет все сюда убираем сторонку следующий момент давайте подготовим овощи овощи надо нарезать кубиками небольшими кубиками как вы обратили внимание я все готовлю заранее главный лозунг азиатского повара не пережарить жарится все очень быстро на высоких температурах сегодня мы с вами будем использовать еще новую добавку наверняка вы все они и слышали глютамат натрия сейчас многие сказали мама дорогая это же яд ну что я могу сказать вы ошибаетесь глютамат натрия это продукт ферментации соевого и пшеничного белка я вам даже скажу больше что глютамат присутствует везде в растениях и в животных он есть в грибах в помидорах в нашей с вами квашеной капусте грибочках и помидорчиках в сырах в паштетах в мясе да практически везде потому что глютамат это белок а что такое белок для человеческого организма это строительный материал без него организм наш не будет функционировать поэтому не нужно его пугаться в 2002 году японские ученые определили пятый вкус так называемый умами мы все прекрасно знаем что существует четыре вкуса которых знают все сладкий соленый кислый горький так вот выделен пятый вкус на нашем языке вкус умами что это значит это значит что наш язык определяет присутствие белка в растительной или животной пищи передает информацию нашему мозгу и наш мозг скажем так от этого радуется почему он радуется потому что для него белок это самое главное когда мы с вами кушаем например яблочко перец жареные грибочки сырок приятно же да всем приятно это ваш мозг с вами играет в этой игры он вам дает сигнал и говорит что это хорошо кушай это это кушай потому что мне это надо я бы сравнил глютамат натрия с солью и сахаром что для нас соль и сахар вы же прекрасно понимаете что без соли ничего мы с вами практически не готовим тем более что соль в разумных количествах полезно для нашего организма сахар присутствует практически везде в овощах и фруктах мы любим сахар мы любим посахарить чаек кофеек любим сладкие пироги но все нужно кушать умеренно нужно знать меру без фанатизма то же самое и с глютамат натрия кстати обратите внимание это вот такие вот кристаллы на вот такие слегка продолговатые так на вкус на вкус он такой сладковатый слегка солоноватый лично я использую глютамат натрия только с азиатской едой почему в принципе сделать вкусный борщ мы можем и сами овощами хорошим куском мяса прекрасно но когда я готовлю азиатскую еду я обязательно добавляю глютамат натрия для того чтобы добиться именно того самого аутентичного вкуса мы все любим азиатскую еду мы все ходим в рестораны и кафетерии но когда мы приходим домой и пытаемся приготовить что-то подобное казалось бы то же самое та же самая лапша овощи мясо соя и что-то не так вот именно из-за этого то что вы боитесь глютамата натрия не добавляете его а они добавляют то что вы не используете правильное оборудование вот как вог они готовят именно налоги это что вы не знаете правильную технику сочетание продуктов как сделать так чтобы это блюдо действительно выглядело так как готовят в азиатском ресторане сегодня все это вы увидите идем к финишу давайте готовить овощи и буквально через несколько минут начнем жарить нарезаем кубиками чесночок небольшой кусочек имбиря кстати лемонграсс чем-то похож на имбирь поэтому если у вас нету на лимонной травы то имбиря вполне достаточно 1 4 луковички этот состав кладем отдельно грибочки я использую грибок портабелла у меня нету грибов шитаки если бы они у меня были бы это было бы гораздо лучше потому что грибы шитаки именно используется в азиатской кухне половина моркови одну четвертую красного болгарского перца или же перца капи одну четвертую зеленого перца также отдельно овощи готовы сейчас на чем жарить я включил вог посмотрите за несколько секунд как он уже начинает дымиться теперь следите что я буду делать вот по такому принципу я вам рекомендуют делать то же самое масло наше луковое масло наш вот сделан из обычного железа поэтому он все время должен быть хорошо смазан если вы его не прогрейте не промажете то мы продукты будут просто прилипать масло и нагрел бог промазал сливаем обратно лок у нас практически сухой сразу кладем сюда наш состав номер один видите высокая температура очень очень быстро все происходит овощи номер два немножко белого вина буквально грамм 30 рыбный соус пол чайной ложечки я добавляю рыбный соус намеренно потому что мы с вами делаем сегодня с креветками соответственно у нас должен быть рыбный вкус соленый соус где-то чайная ложечка чуть-чуть соли белый перец глютамат натрия так выпариваем жидкость она нам не нужна у меня не хватает температуры профессиональных ресторанах вам специальные печи и невероятный мощный газ шурует поэтому там вог и нагревается невероятно быстро и держится постоянная температура берем емкость овощи в сторону бумагой осушили убрали все остатки греем опять по старой схеме масло греем два яйца масло в сторону столовая ложка масла выливаем яйцо пошел рис рис у нас свеже сварили полчаса тому назад немножко воды наши овощи соевый соус столовая ложка немножко рыбный соус соль белый перец глютамат всегда на одном блоке максимум две три порции не более а еще лучше одну порцию зеленый лук рис горячий тарелка у меня горячая у меня ведь ничего не прилипло потому что у меня уже старый вог он хорошо работает в вашем случае как только рис положили на тарелочку сразу вог быстро помыли и греем отлично последний этап наши креветки жарится очень быстро как только покраснели все готово чайная ложечка сливочного масла мы с вами делаем японский сель шикарно петрушечка додискок ок додискок 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 и Ну, друзья, еще одно вкусное, интересное блюдо мы с вами сегодня приготовили. Давайте дегустировать. Первым делом мне интересен салатик. Вот если вы любите азиатскую пищу, ребята, это наша тема. Водоросли до такой степени полны вкуса. Вот прям реально, вы знаете, как будто вот только что достали из 1 морского. Наш маринад, вот этот соус, который мы с вами сделали, невероятно дополняет прекрасный букет. Лучок, нажаренный лучок, рисик. Шикарно. Просто красота. Соус. Я бы добавил сюда еще чили. Можно добавить сюда еще немножко сои. Ну, опять же, делайте по вкусу. Всегда, когда вы подаете азиатскую еду, конечно же, приготовьте какой-нибудь небольшой соусник сои. Вот так вот, отлично. Зеленый лучок. Водоросли. Ох, красота. Рисик. Рисик просто чудо. Не разваренный. Достаточно такой аль денте. Полный вкуса. То, что мы его варили со специями, помните, да? Идеально. Идеально. Ну, друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было сегодня интересно со мной. Вы что-то узнали новенькое, чему-то научились. Увидимся в следующий понедельник. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok